Наша тема – «Делаем полезное дело». Место загрязнённых литя, лекарства, лекарства, микрорайонные сети. Очистить водоём, провести экофестиваль, организовать раздельный сбор. Цель этой деловой игры – генерировать идеи. В рамках форума их разрабатывали семь студенческих команд. У ребят свои решения, как обратить внимание людей на проблемы окружающей среды. Я руководитель музыкальной группы, я уже реализую проект, который направлен на проведение творческих, благотворительных фестивалей. Но мы были бы не против поучаствовать в каких-то экологических фестивалях и принять участие как творческая молодёжь. Потому что я знаю, что творчество, музыка, она всегда ценится. И, конечно, хорошо всегда под музыку собирать мусор, очищать речку. И, конечно же, мы настроение делаем людям. Работали команды под руководством профильных экспертов. Они видят совершенно другие пути развития. Всегда на выходе очень интересно это послушать. Ну и, соответственно, мы получим готовые проекты, которые можно транслировать на грантовые конкурсы для решения этих проблем. Деловая игра — только малая часть программы форума. Школьники участвовали в познавательном интенсиве, узнали о пластиковом перепроизводстве. Об отличиях полиэтилена от полипропилена рассказал экоактивист Иван Березуцкий. Он работал на мусороперерабатывающем заводе, изучал зарубежный опыт ресайклинга. Теперь делится знаниями и опытом с молодежью. Ту же пленку пластиковую или пластиковую бутылку или пластиковую канистру отдал на переработку. И тебе за это, даже если какую-то денежку дали, ты уже понимаешь, что твой труд не пройдет просто так. А когда ты это просто выкинул, ты не знаешь дальнейшую судьбу этого материала. По итогам встречи наверняка кто-то из ребят начнет сортировать пластик, решит стать экологом или создаст свой зеленый проект. Это будут добровольные инициативы, ради которых форум и проводился. Нам, наверное, хотелось бы посмотреть глазами молодежи, как они видят вот эту проблему загрязнения окружающей среды, переработки отходов и какие-то возможные варианты свои дополнить. Ну и, что грехаторить, скажу, что и хотелось бы закинуть тоже зернышко непосредственно про наши организации. Если даже там 10%, даже если 5% войдут в это направление, то и передадут своему близкому окружению, для нас это будет уже большой показатель. Оксана Черных, Дмитрий Жиряков. Такой день на мире Белогорье.